Здравствуйте, меня зовут Александр Кошапов. В мире высоких скоростей нужно делать быстро всё. Принимать решения и их исполнять. Также нужно быстро передвигаться, обучаться. А чтобы делать это немедленно, нужно скоро, а не наскоро читать. И гостем нашей сегодняшней программы является директор школы быстрого чтения Олега Андреева Денис Андреев. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. По последним данным, россияне в среднем читают не более 9 минут в сутки. Вот тебе и самая читающая сторона. Денис, нам не грозит гуманитарная катастрофа, в связи с тем, что мы перестали обращаться к буквам и текстам? Грозит. Грозит. Да, к сожалению, по оценкам специалистов, сегодня очень сильно сократился интерес к чтению. И если в 91-м году, по данным Национальной программы поддержки и развития чтения, от случая к случаю читали 79% населения России, то в 2009-м уже 36%. В 2010-м году 45% никогда ничего не читают. А ежедневно читают книги только 10% населения России. Вот речь идет о книгах. А я так понимаю, сейчас в основном все что-то и читают? Ну, например, там, посты в соцсетях. Или это мы, естественно, за тексты не считаем? И за чтение тоже не считаем? Хотя посты бывают разные, как примитивные, так и вполне себе продуманные. Ну, надо сказать, что, конечно, базовую информацию предлагает книга, законченная от начала и до конца текст. И чтение постов нельзя считать за реальным, настоящим чтением текста. И есть еще такое мнение, что любой писатель, он положит на лопатки любого журналиста именно по умению работать с текстом. То есть, какими бы ни были интересными посты в соцсетях, все равно... Да, это безусловно. Конечно, конечно. Есть еще такое выражение о том, что те, кто читают книги, они управляют теми, кто смотрит телевизор. В данном случае те, кто читают книги, управляют теми, кто читает в соцсети. Можно ли это как-то прокомментировать? И, кстати, переходим мы, собственно, непосредственно к решению этого вопроса. Что с этим делать? Как быть? Ну, как быть? Во-первых, читать ежедневно. Просто для начала. Изо дня в день, каждый день что-то читать. Элементарная интеллектуальная активность. Вот что дает качество жизни любому человеку. А она поддерживается только чтением текста. Ну, или обретать специальные навыки, которые позволяют значительно быстрее, качественнее и эффективнее работать. Тратя те же самые 9 минут, которые озвучил уже президент Российской Федерации. Хотя информация-то известна уже несколько лет. Но вот только сейчас, наконец-то, она прошлась по всем средствам массовой информации, когда об этом сказал президент России. Владимир Путин читает очень много. Его любимые писатели знаете какие? Расскажите. Жюль Верн, Хемингуэй, философ Иван Ильин, которого он цитирует в своих выступлениях периодически. Записки охотника Тургеньева рекомендовал американским слушателям почитать и Пришвина. Очень часто обращается к Амару Хаяму. Кстати, вот насчет вы упомянули американских граждан. Вот мы 9 минут читаем в сутки. А сколько, как дела обстоят за рубежом? У вас есть статистика? За рубежом такая же тяжелая ситуация. Более того, уже в 60-х годах прошлого века психологи западные и в Европе, и Америке обнаружили следующее явление. Многие люди становятся вторично неграмотными. То есть, приобретя первоначальные навыки чтения и письма, в течение жизни их утратили. И не могут сегодня адекватно жить в современном обществе, работать со сложными средствами коммуникации, такие как компьютер, коммуникатор, смартфон так называемый. И это прослеживается, причем по всему миру. И у нас в стране точно так же. У нас вообще жуткая ситуация. У нас, по оценке специалистов, уровень неграмотности россиян приближается к показателям начала 20-го века. Ну тогда, кстати, кроме чтения, это и не было развлечений. Ну, вы понимаете, чтение — это фильм, который всегда с тобой. Вот это одна из идей школы Олега Андреева. Возвращаясь к классикам. Ну, а тогда что читать? Вот вы перечислили в основном писателей-прозаиков, но кроме Амара Хаяма. Ну, вы знаете, американские исследователи провели, ну, нестандартный тест. Они взяли три группы испытуемых и решили изучить, кто лучше будет понимать тонкости человеческой психологии. Первая группа читала любовные романы, вторая группа читала нон-фикшн, третья группа читала классические литературные произведения. Как вы думаете? Ну, естественно, классика. Конечно, 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 совершенно верно. Просто потому, что любовные романы просто невозможно читать, особенно современные. Да, и я могу вам сказать, что... 50 оттенков серого волка. По практике нашей, вот мы же на первом занятии измеряем скорость чтения всегда. И в среднем она составляет 500-600 знаков в минуту на первом занятии. Но чем активнее человек интеллектуально, тем выше его скорость чтения на входе, даже несмотря на то, что у него нет никаких специальных навыков. Вот мы работали с членами правления МДМ-банка. Все показали начальную скорость чтения полторы практически тысячи знаков в минуту. А заканчивали работу уже, результат был 8-10. Хотя средний по школе у нас это примерно 3-5 тысяч знаков в минуту. Но у нас есть и рекордсмены. В 95-м году у Светы Архипова, московской школьницы, ученица Олега Андреевича установила мировой рекорд скорости чтения. Он зарегистрирован в книге рекордов Гиннесса. Она прочитала 47 страниц за минуту 55 секунд. И ответила на 9 контрольных вопросов из 10 по тексту. В результате показала скорость 62 тысячи 500 знаков в минуту. И фактически потратила чуть меньше 2 секунд на одну страницу текста. А вот этот вот текст, он, естественно, был ей не знаком. Он ей был не знаком. Это была научно-популярная книжка. Но, тем не менее, наша методика позволяет именно в очень быстром режиме работать с высокоинформативными текстами. По окончании курса наш ученик, любой, читает 100 страниц за 25 минут с высоким пониманием и запоминанием прочитанного. Вот у нас еще 2 минуты до первого выпуска новостей в нашей программе. Пожалуйста, расскажите именно об этом важном самом моменте. Главное, не как быстро читать. Главное, все-таки понимать. Есть целый ряд нюансов. Еще русский философ Княжин в 17 веке писал. Читать следует трояким способом. Первый раз читаю и ничего не понимаю. Второй раз читаю и понимаю то, что написано. Третий раз читаю и понимаю даже то, что не написано. Вот наша методика, методика школы быстрого чтения Олега Андреева позволяет, увидев текст, сразу же понять даже то, что не написано. Поскольку у нас отдельный прием, позволяющий качественно именно понимать текст. Этому не учат в школе, к сожалению. На самом деле в школе даже не учат переходить правильно от чтения вслух к чтению про себя. И в этом парадокс. Потому что чтение вслух это способ обучения чтению. А чтение про себя это использование созданного навыка. И вот на этом этапе детей бросаются. Им не объясняют, как чтение про себя это специальные приемы. Это исключение артикуляции. Это целый массив факторов, которые необходимо учитывать. Вот именно поэтому, кстати говоря, ведь наша методика в 70-м году была создана. Она называлась «Доминанта 2000-го года». Потому что Олег Андреевич рассчитывал, что главным признаком человека в 2000-м году будет умение быстро читать. 2000-й год далеко позади. Знаете, с какой скоростью читали 100 лет назад? С такой же, с которой читают и сегодня. Не изменилось вообще ничего в скорости работы с текстом за последние 100 лет. Я предлагаю продолжить эту мысль буквально через полторы минуты, когда закончится выпуск новостей. Уважаемые радиослушатели, вы можете позвонить со своими вопросами по телефону 65 10 99 6, либо написать нам на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». Сегодняшняя программа посвящена скорому быстрому чтению и усваиванию. Мы снова в прямом эфире. Вы можете позвонить нам, уважаемые радиослушатели, по телефону 65 10 99 6, либо задать нам вопрос на сайте финам.фм на страничке программы «Парадокс». Напомню, она посвящена сегодня методике быстрого чтения. Ну и как без этой методики? Как, точнее, без быстрого чтения, без быстрого и почти оптимального усваивания текста? Плохо. Плохо учиться, плохо жить, сложно работать, сложно повышать квалификацию. Тратишь час на газету вместо пяти минут. И несмотря на то, что создаются парадоксальные ситуации. Например, одним из недостатков в нашей методике, а я хотел бы напомнить, что вообще называется быстрым чтением в нашем случае. Быстрое чтение — это сплошное чтение текста, обеспечивающее полное и качественное усвоение прочитанного, но выполняемое нетрадиционными методами. Просто некоторые думают, что, а, быстрое чтение — это что-то там быстренько пробежал, поверхностно просмотрел, ни в коем случае. Это действительно сплошное считывание всего поля текста, но с помощью специальных приемов. Во-первых, вы замечали за собой, что иногда во время чтения вы останавливаетесь и возвращаетесь к только что прочитанному? Ну так как я почти не считаю современного, а только классику. А классика достаточно сложно написана, поэтому я постоянно возвращаюсь к тому, что написано. Но мы говорим сейчас, если рассматривать даже не классическую, не художественную литературу, а информативные тексты. Парадокс в следующем. Чем чаще ты, даже если тебе кажется, что ты что-то не понял, останавливаешься и возвращаешься при чтении текста, тем хуже ты понимаешь то, что читаешь. Потому что любой текст строится в линейной логической последовательности. И если вы текст читаете от начала и до конца без остановок и возвратов, то на уровне сознания и подсознания текст свободно, легко и правильно по логическим связям, задуманным автором, укладывается в твою голову. И самое главное, вследствие этого ты можешь вспомнить то, что ты прочитал. Даже если ты изначально что-то пропустил в сознании? Дело в том, что, как показывает практика, недолгие размышления и то, что ты прослеживаешь в обратном порядке мысль автора, следуя его логическим связям, позволяет восстановить прочитанное. Поэтому остановки и возвраты не дают возможности больше понять, а напротив, снижают понимание значительно. Следующий вопрос. Вы же понимаете, как и, впрочем, абсолютно все остальные, что каждый текст требует какого-то своего способа чтения? Ну, разумеется. Тогда почему вы читаете все тексты одинаково медленно? Это парадокс. Все понимают, что каждый текст требует своей работы, но все читают медленно. Техника быстрого чтения говорит. Главное не высокая скорость работы с текстом, а главное умение эту скорость менять в зависимости от конкретного текста. И где это возможно, ускоряться. А вот это что-то новое. Где это необходимо, замедляться. И прием нашей методики, как раз направленный на специальный способ выявления данных при чтении текста, это позволяет сделать. И я могу дать очень простой прием даже нашим слушателям. Если вы, прежде чем приступить к чтению текста, четко для себя уясните, о чем именно этот текст, то есть вам будет ясна тема. Как вы думаете, вам будет проще читать или сложнее? Ну, для этого пишутся жанры, рецензии. Конечно, для этого, естественно, когда ты понимаешь, какая информация тебя ожидает, ты уже не бессистемно работаешь, а целенаправленно ищешь конкретные данные. К тому же есть персона автора. Естественно, и определив тему, понимая багаж заданий по данному вопросу, для тебя сразу очевидно, с каким способом ты будешь читать. В этом уникальность нашей методики. Самая парадоксальная ситуация складывается в следующем. Для того, чтобы научиться читать, нужно проговаривать читаемый текст вслух. Для того, чтобы научиться быстро читать, нужно разучиться проговаривать читаемый текст вслух. Да, это парадокс, через который в обязательном порядке должен пройти каждый человек. То есть различные такие уровни сознания включаются, когда ты вслух читаешь и когда читаешь про себя. Да, совершенно разная схема обработки данных. Дело в том, что, и в этом, кстати, парадоксальная ситуация, почему дети сегодня не любят читать? Почему дети сегодня не хотят учиться? Спасибо айфону. Они не умеют этого делать. Вы хотите делать работу, которая у вас не получается? Нет. И ни один человек не хочет. Что вы хотите от детей? Что толку требовать от ребёнка, например, будь внимателен, сосредоточься, будь внимателен. Когда ты сам не знаешь, как это сделать. Вот скажите, сколько раз вы, когда нужно было что-то прочитать, пытались сосредоточиться и это прочитать? Много, наверное, в жизни это было многократно. От информации. Сколько раз, если вам это было нужно, но неинтересно, вы пытались сосредоточиться, у вас это получалось? Ну, рано или поздно. Ноль. Дело в том, что в этом весь парадокс от сознательных усилий уровень внимания не зависит. И как бы ты не пытался сосредоточиться, читая текст, у тебя получится только одно — пытаться сосредоточиться. Внимание, и мы рассматриваем в нашей методике эту позицию, это высшая психическая функция, которая зависит от процессов, протекающих на уровне физиологии в коре головного мозга. И ключевой аспект в качественном чтении любого текста — это интерес. Потому что когда тебе интересно, ты внимателен автоматически. И, ну, во-первых, это один из приёмов нашей методики. У нас упражнение так и называется — читать неинтересную книгу. Оно предполагает следующее. Берёте книгу, которая заведомо вам не нужна и никогда в жизни не пригодится, хотя таких, честно говоря, я не встречал. Любая информация бывает интересна, как показывает практика. И начинаете её читать. Но задача — не попытаться сосредоточиться, да, и вчитаться в то, что написано, а открыть своё сознание и поразмыслить, а что бы могло привлечь интерес в этом тексте ваш. И как только вы обнаружите это, вы поймёте, что вы читаете, потому что вы внимательны автоматически. От пути к книге путь к себе. Да, совершенно верно. Это будет интересно, получается. Так вот, возвращаемся к артикуляциям. В чём смысл? Когда ты учишься читать, что такое уметь читать? Это значит знать слово. Чтобы это слово знать, чтобы оно было знакомым, ты его должен проговорить. Именно таким образом оно попадает в копилку данных в твой мозг. И поэтому обучение чтению — это проговаривание слов. И я обращаюсь ко всем радиослушателям. Кстати, к нам позвонил человек. Сейчас, давайте я уж даю рекомендацию. До 14 лет ребёнок — это рекомендация школы быстрого чтения Олега Андреева — должен читать вслух хотя бы один час в неделю. Не то, что ему даёт в школе, а любые тексты. Он должен читать совершенно разные тексты. Он должен повышать уровень своих знаний, знаний слов, словарный запас. И потому что только чтение вслух, как в конечном итоге мы и говорим, вырабатывает навык чтения. Что происходит в дальнейшем? Чтение вслух задействует речеслуховой элемент обработки текста. То есть получается, что сначала текст вы видите, потом вы его проговариваете, потом вы его слышите. И только тогда понимаете и запоминаете. Вы когда-нибудь пытались говорить в 10 раз быстрее? Да, иногда это получается. Это невозможно. Я вам могу сказать как физиолог. И надо сказать, что если скорость речи ограничена, составляет очень незначительную величину. И если мы говорим об ускорении процесса восприятия текста в разы, то проговаривание — это сезвездный недостаток, который замедляет процесс. Что мы предлагаем? Специальную методику, которая позволяет исключить речевой и слуховой анализатор из процесса восприятия текста. Главное — не потерять вот эту возможность понимать. Вы же понимаете. Это связанные друг с другом вещи. Почему сегодня, когда вы читаете текст, нет в голове картинок? Ну почему же нет? Всегда они всплывают. Я не знаю. Я недавно обнаружил сообщение. Художественная литература. Почему говорят, книга лучше фильма? Потому что мы рисуем в себе образы лучше, чем они показаны в фильмах. Да, вы абсолютно правы. Но на первом занятии мы измеряем не только скорость чтения, но и коэффициент воображения. Денис Олегович, я предлагаю немножко отвлечься на выпуск новостей. Через полторы минуты мы вернемся в студию и продолжим вести эти интересные беседы, которые связаны со скоростью чтения и понимания информации. И звоните по телефону 65 10 99 6. Мы продолжаем. Сегодняшним гостем программы «Парадокс» является Денис Олегович Андреев, директор школы быстрого чтения и понимания, от себя добавлю, Олега Андреева. И у нас есть звонок от слушателей. Его зовут Вадим. Вадим, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что дождались. У меня к вашему гостю будут два вопроса. Пожалуйста. Первый вопрос. Скажите, насколько успешно будет обучаться у вас человек, скажем, 60-65-летнего возраста? И второй вопрос. У каждого человека ведь определенный тип мышления. Одни думают очень быстро, другие, наоборот, медленно, но стараются очень въедливо вникнуть в детали текста. Как здесь быть? Насколько успешно люди с различным типом мышления усваивают вашу методику? Спасибо. Я понял, спасибо. Отличный вопрос. Был у меня ученик 93-х лет, профессор МГУ, который пришел, сказал, хочу освежиться. Увеличил в три раза скорость чтения, ушел довольный. У нас элементарная методика, элементарная методика, ее может освоить любой человек. И надо сказать следующее, что относительно той скорости, с которой человек работает сегодня, он будет читать в 5-10 раз быстрее. У каждого свои показатели. И мы, кстати говоря, некий соревновательный элемент вводим, потому что показатели всей группы вывешиваются на всеобщее обозрение, и ты видишь не только свои результаты, но и своих коллег. Это немножко даже подстегивает к работе. Поэтому, да, и показатели разные бывают. Вот, и 6 тысяч знаков в минуту скорость чтения показывают на последнем занятии, а бывает, и 3. Вот скоростью быстрого чтения считается 3-4 тысячи знаков в минуту. И вот, в частности, американский президент Джон Кеннеди, увлекающийся быстрым чтением, в бытность свою в Белом доме, ввел ограничения, следующее, при приеме на работу в аппарат Белого дома. Не приглашаются на собеседование профильные люди со скоростью чтения ниже 4 тысяч знаков в минуту. То есть такие скороговоряки приходили? Скорочтицы только. Понимаете, что такое работа в аппарате Белого дома? Это работа с документами. Затем тебе человек, который медленно читает. Это же неэффективно. И он набрал в штат таких скорочтицов? Да, естественно. А что у нас сейчас, у нашего президента есть подобные параметры привлечения кадров? Вы знаете, может быть, теперь, когда он озвучил эту ужасающую ситуацию с чтением, может быть, возникнет. Но вообще, в 1976 году Олег Андреевич учил аппарат Верховного Совета Союза СССР. В 90-х годах мы работали в администрации президента, в правительстве России, в Государственной Думе, в Совете Федерации. То есть в правительстве очень много, ну как, не в правительстве, а в аппарате правительства очень много наших учеников. Среди 100 крупнейших бизнесменов России, по версии журнала Forbes, 10 учеников Олега Андреевича. Ничего себе. Да, ну и вообще, надо сказать, что крупные бизнесмены, они владеют информацией, они много читают. Есть даже пример известного председателя «Тройкий диалог» Рубена Варданяна, который в издании «Новое время» в 2011 году выпустил статью, которая так и называется «Чтение. Моя страсть». Ну, сейчас он уже в Московской межбанковской валютной бирже. Ну, в 2011 году, но тем не менее, понимаете, человек, который подготовил 15 книг для себя на неделю для чтения, это свидетельство о высокой активности интеллекта. То есть великий инвестор — это и великий чтец, и великий бизнесмен — великий чтец. В компании GTI, Japan Tobacco Incorporated, мы обучили 5 групп по 10 человек технике быстрого чтения. Почему? Такой большой объем. Значит, обучили первую группу. Выходит в OpenOffice директор филиала и смотрит, сидит два человека, работают за компьютером слева и справа. Человек, сидящий слева, открывает страницу текста. Ну, видно, что он быстро ее прорабатывает, следующую быстро прорабатывают, следующую. А человек справа открывает страницу текста и смотрит на нее три минуты. Тот спрашивает, в чем дело? А ему говорят, вот этот. Прошел курс быстрого чтения в школе Олега Андреева. Немедленно обучить всех ключевых сотрудников. У нас есть звонок. Отличный пример. Денис. Татьяна, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Там длительный период, полгода, может быть, год. Теряется ли этот навык после этого? Это первый вопрос. Второй вопрос. Если у человека какие-то проблемы со зрением, то есть вообще читатель плохо, плоховато видит, и поэтому, естественно, для него читать это проблема. Вот если он научится этому быстрому чтению, это точно так же поможет ему быстрее осваивать его, так сказать, плохими глазами. Конечно, конечно. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Значит, действительно, наша методика позволяет снизить нагрузку на глаза. В этом парадоксальная ситуация. А вот как вы считаете, чтение — это движение глаз или статистика? С учетом того, что нужно читать по несколько тысяч знаков в минуту, то на движение глаз уже просто не остается времени. Дело в том, что человек считывает текст только тогда, когда глаза останавливаются. Во время движения глаза ничего не читается. Именно поэтому принципиальный стоит вопрос. Не как быстро движутся ваши глаза при чтении текста, а сколько текста во время остановки глаза вы успеваете прочесть, понять и запомнить. Мы этот недостаток устраняем. Во-первых, развивая периферическое поле зрения. Наша методика предполагает, мы уже говорили об этом, нетрадиционные способы работы с текстом. А это значит, что мы не прочитываем слова, а воспринимаем информацию текста с помощью специальных смысловых приемов. Потому что, пожалуйста, исторический пример, как Бальзак описывал свой способ чтения. Бальзак, по сравнению с современников, читал с невероятной скоростью. Впитывание мысли в процессе чтения достигло у меня способности феноменальной. Взгляд схватывал 7-8 строчек сразу, а разум постигал смысл со скоростью, соответствующей скорости глаз. Часто одно единственное слово позволяло усвоить смысл целой фразы. В этом и состоит парадокс. Чтобы понять то, что ты читаешь, тебе прочитывать слова не надо. Если у тебя есть специальный прием, который дается в школе Олега Андреева, то, видя текст, ты просто сразу же понимаешь, что он значит. И это специальный навык интеллектуальной деятельности. Что касается навыка. Мы отдельный вопрос посвятили тому, чтобы все наши методики, все наши приемы дать возможность человеку очень быстро освоить до уровня навыка. Уровня такого, когда тебе не нужно контролировать процесс работы с текстом. Напрягаться вспоминать. Когда тебе не нужно контролировать процесс работы с текстом, он идет автоматически. Так же, как вы автоматически управляете автомобилем, а думаете о чем-то своем. А руки не устают перелистывать страницу? Потому что ты читаешь слишком быстро. Ну, если читать, как Света Архипова, да, две секунды на страницу. Кстати, вот как вы думаете, вообще техника быстрого чтения — это блочное восприятие текста. То есть вы двигаете глаза сверху вниз, видите большой участок текста, воспринимаете данные и их понимаете. Как вы думаете, за две секунды Света Архипова работала, когда устанавливала мировой рекорд скорости чтения? Я так понимаю, у нее как вот такой аппарат, который пересчитывает купюры. Вот он перелистывал страницы, она просто наблюдала. Она воспринимала информацию одномоментно целиком со всей страницы. Она не двигала глазами по странице. Она концентрировалась в центре, да, и фактически воспринимала информацию целиком. Вот вы Бальзака упомянули, а есть еще какая-нибудь статистика, данные, интересные исследования по тому, как легендарные личности себя чувствовали? Ну, читал быстро Пушкин, Чернышевский, Руссо, Наполеон, Владимир Ильич Ленин, Горький. Причем, по свидетельству современников, он мог потратить на журнал, достаточно толстый, буквально несколько минут, но впоследствии в беседе мог привести даже цитату из статей этого журнала. Ну, и вообще, как показывает практика, чем выше активность человека, тем выше его активность интеллектуальная, тем, соответственно, он быстрее читает. Вот поэтому профессоры и доживают до 93-х лет, и дальше хотят учиться. Да, Наталья Бехтерева, это очень известный физиолог, дочка известного же профессора Бехтерева, физиолога, несколько лет назад выпустила статью, которая называется следующим образом. «Мозг оживляет тело». И она, основываясь на многолетних научных исследованиях физиологии мозга, утверждает совершенно ответственно, что если вы ставите для себя сверхзадачи, которые требуют от вас реализации всего потенциала, который имеется творческого у вас в запасе, это активизирует все процессы, в том числе и физиологические организмы. И действительно, интеллектуально активные люди живут лучше, владеешь информацией, владеешь миром и живут дольше. А вот вы упомянули известных легендарных людей и еще назвали компанию Japan American Tobacco. А вот как сейчас с известными бизнесменами? Ну, вы знаете, честно говоря, единственный, кто разрешил всем и всегда говорить о том, что у нас учился Сергей Владиленович Кириенко, причем любимый ученик Олега Андреевича. Он же закончил технику быстрого чтения, первую ступень обучения, тренировку памяти, вторую ступень обучения, тренировку внимания, третью ступень обучения и показал скорость в 30 тысяч знаков в минуту. Оказался удивительно методичным человеком, который тщательно подошел к реализации нашей методики. А если ты выполняешь все рекомендации, то действительно, в конечном итоге, закончив наш курс, у тебя имеется то, что называется комплексным навыком быстрого чтения. Во главу угла мы ставим создание навыка в нашей методике «Освободить сознание от технической стороны процесса чтения». Вот что дает наша методика. Когда читаешь быстро и запоминаешь, естественно, содержание, не является ли это тем моментом памяти, которое быстро потом тебя покидает? То есть, когда приходит процесс забывания информации? Вы знаете, история такая. Значит, запомнить можно с помощью двух способов запоминания информации. Или ты это выучил малоэффективно, или это запомнилось само собой. Что предлагает школа быстрого чтения Олега Андреева? Мы предлагаем при чтении текста целый комплекс интеллектуальных приемов, который обеспечивает такое высокое качество обработки информации, что она действительно запоминается сама по себе. Ну, посудите. От начала до конца текст читаешь без остановок и возвратов, то есть укладываешь логические связи в подсоздание. Задача — поиск конкретных данных. Она решена. Умение, увидев данные, их понять. Она решена. Мы продолжим, а сейчас новости. Мы продолжаем. У нас на связи есть Виктор, дозвонившийся по телефону 65 10 99 6. Добрый день, Виктор. Добрый день. Здравствуйте. Я преподаватель английского языка, и то, о чем говорит площадь, изучение... Нет, ничего не слышно. Удивить? Удивить? Виктор, я прошу вас перезвонить. К сожалению, мы не расслышали вопрос. Я прошу вас перезвонить, и мы с удовольствием выведем вас в прямой эфир, чтобы ответить на него. Денис Олегович Андреев в гостях. Финам.фм. Это директор школы быстрого чтения Олега Андреева. Хотелось бы поговорить о том, как возможно применить вашу методику и навыки быстрого чтения в бизнесе. В жизни мы поняли, как это нужно применить. Ну а что? Бизнес — это объем данных, которыми ты располагаешь. Хорошо, я поставлю вопрос по-другому. Вот мы читаем художественную литературу, читаем информационные какие-то данные, а вот какие-нибудь учебники, которые на самом деле очень тяжелые для восприятия, и требуют, кстати, повторения, возврата к параграфам, к темам. Вот это как раз относится к зубрёжке. А мы говорим о следующем. Если ты умеешь быстро читать, то ты можешь прочитать все книжки, которые существуют по данному вопросу. Учебники, они ведь пишутся еще специально. Конечно, 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 безусловно. Но это касается любой литературы, в том числе и учебной. Вот у нас есть, например, в курсе специальная методика подготовки к экзамену, которая предполагает три стадии работы. Первая стадия работы — это набор данных. Вторая стадия работы — их систематизация. И третья стадия работы — их закрепление. Как готовится к экзамену ученик школы Олега Андреева? Вот у него, например, экзамен по истории. У него есть базовый учебник. Он берет 5-6 книг дополнительной литературы. Тоже учебников по истории, но других авторов. Даты примечания. Других авторов. Эти 5-6 книг дополнительной литературы он отрабатывает в режиме штурма. 100 страниц за 25 минут. Высокоскоростная работа, освещенная 5 разными авторами, с разных точек зрения, разными словами, одни и те же события, прочно закрепляются в твоей голове. После этого ты берешь основной учебник. С ним работаешь естественно медленнее, потому что набор данных, объем данных, которые ты набрал, нужно систематизировать. И вот когда ты их систематизировал, можно закреплять информацию, повторяя. Что самое интересное, это парадокс, но все знают, что если ты в 10 утра выучил стихотворение из 100 строк и до 10 вечера его не вспоминал, то есть его не повторял, то сколько ты строк вспомнишь к 10 вечера? Как правило, забываешь все. 40 максимум. Потому что, оказалось, сложно не запомнить. Запомнить легко. Сложно не забыть. Потому что еще два века назад психологам было известно, что мозгу присущи циклы забывания. И информация обнуляется с некоторой периодичностью. Что предлагает школа Олега Андреева? Мы предлагаем в эти периоды ее закреплять, повторять. И таким образом она гарантированно остается в сознании. Отлично. У нас есть дозвонившаяся на этот раз Татьяна. Здравствуйте, Татьяна. Добрый день. Здравствуйте. Ваша система действует не только в отношении русских, текстов на русском языке, но и иностранной. Я имею в виду не только английский, и медицинский типичные языки, но и церковно-славянский. Я таким же образом смогу после окончания работы. Вы понимаете, это зависит от степени вашего владения церковно-славянским языком. Если хорошо, владею. Меня просто интересует... Да, абсолютно, абсолютно верно. Да, вы сможете точно так же быстро воспринимать... Быстро читать псалмы. ...и такого характера текста, безусловно. Нет, ну не о псалмах речь. Там просто о текстовых больших кусках. Хорошо, я поняла. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна. Не успели, да. Простите, мы попрощались. Мы предлагаем с помощью простых приемов, опирающихся на чтение, в результате ускорить процесс работы сознания. Кстати, вот Татьяна задала интересный вопрос. Насколько применима ваша методика за рубежом? У нас учились иностранцы. У нас переведена методика полностью и на английский, и на французский, и на немецкий языки. И никаких сложностей нет, поскольку принципы работы мозга при восприятии текста едины за исключением иероглифов. То есть мы не можем помочь тем, у кого родной язык и иероглифы, поскольку там другая система восприятия данных совершенно другая. Все-таки мы люди одной планеты, гуманоиды. Хотелось бы сейчас уточнить один момент. Вы уже, кстати, о нем в начале программы заявили. Восприятие взрослого, естественно, отличается от восприятия ребенка. Если мы отключаем все соблазны, там, отключаем телевизор, контролируем его прогулки, контролируем его компьютер. Это делу не поможет абсолютно. Напротив, нужно научить ребенка читать. Просто-напросто. У нас есть для детей 10-11 и 12-13 лет не техника быстрого чтения, а курс развития навыков чтения и речи. Потому что, да, действительно, это у взрослого классические требования, что называется, к работе с текстом. А ребенок 10-11 лет должен уметь, прочитав текст, грамотно его пересказать. Попросите сейчас пересказать фильм ребенка. Я уж не говорю о тексте. Это там чего-то взорвалось, ушло. Дарт Вейдер. Да, а мы уделяем внимание правильной речи, потому что метод развития навыков чтения и речи – это связанные процессы. За слово «супер» и как бы «расстреливать». Да, а вот 12-13 лет – там уже умеют выделять главную мысль. А у нас 51% старшеклассников не умеют, закончив, прочитав текст, сформулировать и записать главную мысль. То есть доминанту. А с точки зрения классической, это означает, что они читать не умеют. Смайлики пока еще умственные не научились ставить. Знаете, какой вопрос хотел сейчас вам задать? Вот слушатели звонят, звонят. Те, кто, например, срываются. Как, может быть, с вами встретиться, поговорить? У нас в четверг в школе Олега Андреева будет день открытых дверей. Он состоится в 19.00. Очень удобно к нам прийти после работы. И, пожалуйста, я буду показывать фильм интересный, я буду рассказывать подробно о содержании программ. Мы даже какие-то упражнения некоторые успеваем продемонстрировать на встрече. Ну, там прочитать «Войну и мир» быстренько так. Ну, «Война и мир» два часа максимум. Вы меня просто пугаете. Вы разбиваете мое тормозное сердце. Да, поэтому, пожалуйста, всех желающих я приглашаю 28 ноября в этот четверг в школу быстрого чтения Олега Андреева в 19.00 на день открытых дверей. Вы у нас на сайте сможете найти информацию. Найдем, да, найдем, чтобы не особо рекламировать. Денис, у нас остается две минуты. Я прошу вас сказать то, что, может быть, мы не успели осветить в рамках программы «Парадокс» на финансах. Какой-нибудь вывод, резюме? Ну, а какое резюме? Для того, чтобы быть успешным в жизни, нужно много читать. Это очевидно. И вы абсолютно правы. Эта мысль должна превалировать в умах современных людей. Те, кто читают книги, имеют базовые знания. Работа с другими средствами доставки информации – это клиповое, фрагментарное мышление, которое разрушает психическую деятельность человека. Дети вообще не в состоянии сейчас ни на чем сосредоточиться. Искажается язык. Выражать мысли свои никто не может правильно, грамотно, чётко и ясно. И, естественно, в основе любого дела, за что бы вы ни взялись, вы делаете что, в первую очередь, читаете. И от того, насколько эффективно, качественно вы читаете, зависит качество и эффективность вашей жизни. Поэтому, научившись быстро читать, и причём вы действительно получаете новые качества своей интеллектуальной деятельности. Ну, представьте, средний человек на 100 страниц тратит 2 часа. Вам нужно 25 минут. Некоторые 100 страниц читают неделями. Да, при этом никаких специальных усилий для этого не надо. У нас вот на первой программе Доминанта в качестве тестов читаются тексты, а на второй программе читаются книги. Ну, я так понимаю, научившись хорошо читать и правильно усваивать информацию, ты получаешь больше шансов получить нормальную работу, связанную, естественно, с умственным трудомом. Конечно, конечно. Сейчас же платят деньги за знания, за знания в первую очередь. Большое спасибо. Гостем «Финам.ФМ» и программы «Парадокс» был Денис Андреев, директор школы быстрого чтения Олега Андреева. До свидания. До свидания. Всем радиослушатели, спасибо вам за участие. Ну и мы прощаемся с вами до следующего дня и полной решимости овладеть навыками быстрого чтения.